Вот, Марина даже, сама. Ядов сейчас не ошибусь. Замолитесь святых от Тебя, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Почти всех на Тебя, Господи, уповая, Ты даешь им пищу во благовремени, отверзайши крещенную руку, Ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава, Суи Сыне, Святому Духу, умение пресное, вовеки веково, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, и освяти дары слов истинной молитвы, аминь. Господи, прошу, ответьте, как вели себя дети здесь? Хорошо. Хорошо. Так, Вы примерно знаете, как мы провели время? Да. Примерно, да. Не жалеете, что не поехали? Нет, не жалею. Вот это да. Дадут честных. Ну, ладно. У меня маленький вопрос будет. Простя, иди-ка сюда. Познакомился сейчас, согласись. Скажи, сколько у Вас хозочек было? Подальше, сама будьте добры подальше. Ваня, иди сюда. Нет. Нет. Внимательно слушай. Ты этого знаешь девицу? Да. Почему она знает, а ты не знаешь сколько? Ну, стань рядом, чтобы вид обороты. Не трясись. Поверь с ней лицом. Почему она знает, а ты не знаешь? Кормились в семье кто? Мужчина. Ты знаешь о том, что с отцом неладно, а мама больная? Ты это знаешь или нет? Знаю. Знаешь. Значит, ты должен добытчиком быть. С голоду не помирит. Шесть. Теперь на бумаге разложите сколько было козлов мужского пола? Два. Он ничего не знает. Всего было шесть, а два козла. А остальное остается сколько козочек? Четыре. Четыре. О! Он до шести считать умеет. А мы думали не знает. Что случилось? Козочка тебя тогда чуть не повредила. Так как случилось это? Это было... Мы сварили свеклу, помню. И навар надо было отнести к козе. Я отнесла его и случайно, по глупости своей, и ее свое лицо поставила, над ней было, лицо у меня. И она вдруг резко голову подняла. Еще на тебя взяла? Рогом по глазу попала. Рогом по глазу. Вы понимаете, что такое? Ваня, я тебя все Ваня зову. Ваня, ты дома у вас. Это должен был ты делать. А у нас так, дома мужчины сидят, смотрят телевизор, а в степь идет одна девица, почти скотину. Я не просто говорить не могу. Приду, трясусь. Вы что делаете? Ничего не могу сделать. Но где-то рядом, рядом. Но наклюхает вас сатана по затылку, я говорю. Девицы. Такие красавицы. Одна ходит, пасет. Одна. Какая приманка страшная. Сегодня спрашиваю, а где Анфиса пасет? Парень стоит здесь. Ну, один в армии, там то другое. Почему она должна была давать, а не ты? Объясни, я никак не пойму. Мы вот здесь что делали. Мы даже это не знали, как девчонку подсунули. Мы на поле пасли. Весной едва и едва маленько протает, чтобы травинка маленькая. Уже мы пасли. Не своего корову, а со всей деревьев. Это 150 коров. Вот пять лет. Ему сколько? Тимоша, сколько тебе? Семь. Меньше его. И мы уже на поле росли. А когда? А домой, когда полностью земля скроется под снегом осенью. Ни одного выходного. А сегодня до обеда один пасет, завтра до из другой семьи. Я первый раз не поверил. Так до обеда которые, еще до обеда стали меняться по часу. Чтобы досмотреть сериал какой-то смотрят. Это верующие у нас такие, потеряевки. Я батюшке говорил, ну хоть не растеряли, ладно. А что ты сделаешь? Вы не думайте ни о завтрашнем, ни о вчерашнем. Ты не думаешь, что это не перед Богом. Почему она должна была козом идти, а не ты? Ты думаешь молчанием отбиться? Бог разбудит. Есть такое житие в Италии один. И он занимался, он монах был. И направил свою деятельность на блудец. Узнает сколько они за ночь берут. Она говорит 500 рублей. Он где-то работает, горбатится, а потом приходит и ее откупает девицу. И ей говорит, я тебя купил, ты всю ночь будешь меня слушать. Она говорит, хорошо. Он говорит, так сиди слушай. Берет Евангелие, начинает ей считать. Весь город знал, монах ходит блудецом. Мы видим часть события, до конца не можем рассмотреть. Истину знает только Бог. Ну а там была одна, которая избранница. Он, сын кажется, мэра города был. Он говорит, это ты ходил к моей Насте? Да как дал ему по щеке. Он говорит, придет время, тебя ангел ударит. И твой вопль орать будешь так, что весь Константинополь услышит. Ну и его там настоятель отпороли как следует. И патриарху направили. Может я ошибаюсь, там имена все указаны. И ты говорит, правда тебя это били так здорово, да? А я слышал, что ты никакого дела с женщинами ты не имеешь. Я слышал там, что некоторые женщины обратились, даже перестали этим заниматься. Почему же ты не сказал-то? Тебя же драли-то, думали за то, а ты и не за это. Ничего нету. Но когда он умер в Италии, за гробом его притон целый шел. Женщины, которые стали христианками. Которые стали на истинный путь, вышли замуж. Весь город был удивлен. И в это время к тому, который его ударил по щеке, ангел подошел. Видишь? Размахнулся и ударил. И ударил ему так, что эта щека ему на ту сторону вылезла. Он орал, весь Константинополь слышал. Ты хоть что-то понял, что я рассказал? Где ты в это время был, когда она ходила к козам и едва не лишилась глаза? Когда мне сказали, я не знал, сколько плакать можно тебе. Ты поглянь на нее. И вы два парня, другой-то старший, младший, сидели. Где вы были? Они дома были? По-моему, нет. Ты когда губами шевелишь, как мать, насколько похожа. Как вы могли не уговориться это сделать? Я даже не знаю, чтобы сестра где-то ходила. В общем, мы это не знали даже. На поле я ни разу не виделся. У нас пять сестер. Пять. И чтобы мою работу заткнули с сестрой, мы просто не понимали и не слышали этого нигде. Я тебе все сказал. Ты хорошо меня понял? Ты даже не знаешь, сколько там. Сейчас у вас сколько коз осталось? Три. Три. А где остальные? На мясо отправили. Потому что они... Я-то все еще знаю-то. А вы где их взяли, этих коз? Четыреху дала матушка. Дала или продала? Отдала. Продала? Нет, просто отдала. Понимаете? У матушки тоже не валяются на дороге. Она мне говорит, таких коз дала. Она достает такие козы и там, может молоком. Нету, говорит. Им козам просторно. И ничего не пристроили где-то. То есть условия для содержания овец были у вас неподходящие. Ты согласна? Согласна. Согласна. Я от матушки говорю. Она мастер. Она главный агроном была. Человек земли. Она четыре огорода одна тянет. Вот теперь решите, как вы с матушкой будете. Вы ее на руках даже носите. И она мне жалуется. Таких козыщек погубили. Она живет этим. Ничего не пристроили. Да может такой денник. У нас отец вот так вот руки не было. И он нас все время... И мы такие денники делали, как у Павла. Вот так вот. В деревне. Тут никто не мерил. Ты вот сейчас выйди. Обратная сторона. Посмотри, сколько тут настроили бывшие до Калашникова. Петр Григорьевич. Вот сейчас приехал с Машей Барабаш. Он женился на ней. Старосты. Дочка Маша. А женился на ней мой племянник родной. Родной племянник. Марк Калашников. И они здесь вот все строили. Ты посчитай шагами сколько. Там и для лошадей у них было. Для ковров. Для свиней. Для овечек. Они все ребята работали. Мы живем. Вот ходим. Каждую досочку вот эту. Вот они делали. Вот Марк пришел. Я залезу в голубей на радость. И не могу каждый день за них молиться. Они уехали в Томск. К детям. Там дети молились. Мы учились в университете и прочее. Вы еще можете рассказать. Это все готовое. Вы должны уметь топором работать. Молотком сажать. Все должны уметь. Вам надеяться не на кого. Вот отец как нас учил. Сынок. Тебя позвали. Ты сделал. Ты сделай так, чтобы тебя еще раз позвали. Вот это мы запомнили. Чтобы еще раз пригласили тебя работать. Вот в деревне все приходили ко мне. Я тащил пилы. Кто напильник принесет. Кто яйца куриные. Кто там сметаны. Я добытчик. Я делаю для них топоры тащить. Пилы. А пилы тащить это не специалист. Ничего не сделает. Ножницы когда овечек стригут. Я вам просто показываю как надо жить. Садись и думай за стол. Вы должны нас просто простить. Еще немного. Мы поступаем. Давайте подольше. Вот так. Олег, друзья. Шесть кос. Два козла. Бегал, прыгал. Ничего не знал. Вот так. Кто всё не знает. Маск.- ocas eth не может, а глава есть. Он с ATP и весьма. Ага. Понял, да? Т Projekt. Не何 Oliveira. Этоyss. �гал. Но все.' Трэм. Виде aplicunresamoful . От식у. Молодцы. Молодцы напал. Трэм. 最近 сделаемography. Продолжение следует...